Привет, друзья! С вами канал Два Боковых, Микоил Гусейнов. И в этом видео поговорим о турнире UFC 306, о главных его итогах. Крутой был турнир, униклись эмоции, можно порассуждать о том, что было с героями этого шоу. Но в первую очередь интересуют главные участники турниров. Со главным бою, я напомню, подрались Валентина Шевченко и Алекса Грасса, завершили они трилогию. И вопреки личным моим ожиданиям, Валентина Шевченко победила, чему я, кстати, очень рад. Валентина Шевченко победила просто уверенно, чистенько, без всяких вопросов. Именно так отбирает, наверное, так и нужно отбирать титул действующих чемпионов. Алекса Грасса практически ничего не могла сделать, Шевченко отлично реализовала геймплан. И просто тотально контролировала на конвасе соперницу. Не давала ей ничего сделать в ее любимой стойке. И как бы все вопросы по этому противостоянию сняты, на мой взгляд. Несмотря на то, что формально в тему бою зафиксирована победа Грасса, победа Шевченко и ничья. Но ничья все знают, какая была. Ну а в первом бою победа Грасса все-таки теперь уже точно рассматривается как несчастный случай. Что касается Шевченко, то можно сказать, что она проделала, во-первых, работу над ошибками. И второй момент. В этот раз она была собрана, максимально мотивирована. И все-таки рано ее списывать со счетов было, каюсь, списывал. Но Шевченко еще в деле, на самом деле, и с учетом того, что ее дивизион, на самом деле, был давно зачищен ей самой. В перспективе она может еще держать титул, на самом деле. Но, скорее всего, в ближайшую соперность станет Манон Фиару из Франции, которая еще не потерпела ни одного поражения и даже победила Роу Снома Юна с первым номером рейтинга сейчас. Так что, скорее всего, с француженкой будет следующий бой. А потом уже, если пройдет, мне бы хотелось увидеть бой Шевченко с Нома Юна, который уже проводит три боя провела уже в этом дивизионе. И, мне кажется, бой Шевченко на Манон Юна это будет хорошая вывеска, но пока не будем забегать вперед. Ну, а главным событием шоу ЮСИ-36, конечно же, стала схватка Мираба Дворешвили и Шонова Мэдли. Я напомню, что перед боем ходило много таких прогнозов о том, кто же победит, равными оценивали шансы. Я отдал предпочтение Дворешвили. И в данном случае угадал, Мираба Дворешвили просто в доминирующем стиле победила. Если в первом раунде, половину первого раунда соперники присматривали друг к другу и Омеля выйдет немного предпочтительнее, то после того, как у Дворешвили прошел первый тейкдаун, у Омеля как-то что-то сломалось. Или Дворешвили почувствовал уже сверхуверенность в своих силах и из раза в разу переводил соперника на канвас. Если в первом раунде он контролировал на канвасе Омеля около 50 секунд, то во втором это 2,5 минуты. Причем это было не просто контроль, это Мираб наносил множество ударов. Если посмотреть статистику, во втором раунде, кажется, 60 ударов Дворешвили на, может быть, десяток ударов Омеля. То есть преимущество было, конечно, громадное. Единственный момент в пятом раунде, когда Омеля хорошенько приложился по корпусу Дворешвили, и мне как-то показалось, что Мираб даже немножко запаниковал, начал, попытался отвелся педить. Омеля пытался догнать его, но ни времени не хватило, да, и Дворешвили, в принципе, потом собрался сделать очередную попытку перевода. Так что этот запал Омеля был сбит. Ну, по сути, в пятом раунде Омеля уже нужно было рассчитывать только на победу нокаутом, потому что всем было понятно, что все идет к победе по очкам Мираба. И, в общем-то, таким образом у нас появился новый чемпион в легчайшем весе, Мираб Дворешвили, который, кстати, установил рекорд. Мираб Дворешвили стал первым бойцом UFC в истории в легчайшем весе, который одержал 10 побед подряд. По факту у него 11 побед подряд, но один бой проходил в промежуточном весе, поэтому 10 в легчайшем весе есть. И, таким образом, он единоличный рекордсмен. Ранее он делил первое место Сан-Джемейном Стерлингом. Ну и главный вопрос, что теперь будет дальше. Очевидно, что здесь не стоит ждать реванша, потому что, ну, как бы, победа Дворешвили была без вопросов. И Омеля теперь снова нужно включаться в чемпионскую гонку. Что касается Дворешвили, сразу возник вопрос. Джо Роган задал прямо в октагоне, что там насчет Умара Нурмагомедова. Нурмагомедов, кстати, был в зале, показывал его оператор в этот момент. И Дворешвили, как-то, знаете, так отморозился, на самом деле, от ответа начал говорить, что я всех уважаю. Да и Нурмагомед такой человек, хочу подружиться, пожать руку. Ну, в общем-то, явно ушел от ответа. Потом на пресс-конференции получилось так, что опять начал спрашивать про Умара Нурмагомедова. И тут Дворешвили выдал другую версию, что вот я, мол, хочу поддаться Дэвисом Фигереду, я побил четырех чемпионов, это, получается, Жиза Алду, Шона Мэйди, собственно говоря, Петр Ян. И кого же он еще побил? В общем-то, было у него, с учетом Шона Мэйди, уже четыре побитых чемпиона. И прямо говорит, Дэвисом Фигереду будет пятый чемпионом в... А, вспомнил, Генниси Худ, он побеждал. Он сказал, что это будет пятый чемпион битым в его карьере, и что у Фигереду интересные навыки, он хорош в стойке, хорош в джиу-джитсу, поэтому, как бы, будет очень интересно. И начал говорить, что Нурмагомедов немножко... Они засулют еще титульника, потому что поделал топ-бойца Кори Сентхегена. Ну, знаете, у меня сложилось впечатление, что всю эту версию он придумал, идя на пресс-конференцию, понимая, что будут вопросы про Нурмагомедова. А в октагоне он так... Ну, то есть, почему в октагоне так не ответил, да? Возникает вопрос. Если бы у него реально были мысли про Фигереду, ну, как бы, это вышло бы само собой. А тут сложилось ощущение, что он не знал, как сориентироваться в тот момент, когда его захлестывают эмоции. И он просто начал говорить по стороне вещи про Дэйна Уайта. И вот, вы знаете, есть ощущение, что Двардешвили действительно не хочет боя суммарно с Нурмагомедовым, потому что... Окей, борьба Двардешвили на крутом уровне, на таком же крутом уровне у Нурмагомедова. Может быть, даже и получше, да? Это вопрос. Но тут вопрос в том, что, окей, даже если Двардешвили переведет в Нурмагомедова, тут уже такой нюанс, что Умар может обернуть все, находясь на Кавасе, может обернуть все против Двардешвили, на самом деле. Потому что всем понятно, какая школа у Нурмагомедова, да, борцовская, какие навыки. Поэтому остается стойка, да, если вот так прикинуть. Но в стойке Двардешвили уступает Нурмагомедову, на самом деле. И там до боя даже суммеды говорите, что, ну, стойку Двардешвили просто это беспредел. Мол, плохо, плохо дела обстоят в ударке. Я не буду так категоричен, но на самом деле, конечно, мне кажется, что Умар Нурмагомедов поинтереснее в стойке смотрится. То есть, по сути, у Двардешвили есть один козырь, да, очень мощный козырь. Это его борьба. И этого козыря, этот козырь в схватке с Умаром Нурмагомедовым нивелируется. Поэтому, мне кажется, он не хочет этого боя, действительно. С другой стороны, Умар еще кажется сыроватым все-таки. И там первые два раунда, недавняя боя с Нурмагомедовым это показали. Поэтому на месте Двардешвили я бы, наверное, именно сейчас соглашался на этот бой. То есть, знаете, как пораньше обрезать крылья молодому амбициозному, пока он не вышел на свой пик, в свой прайм, да. Ну, посмотрим, как сложится на самом деле. Вот менеджер Нурмагомедов выступал, говорит, на начало января, нет, на начало года рассчитывали бой. И это Резван Магомедов. А потом Али Абдель Азиз, американский менеджер Нурмагомедов, сказал, что в UFC его заверили, что следующий чемпионский бой в легчайшем весе будет с участием Нурмагомедова. То есть, вывеска 2 решили, Нурмагомедов уже напрашивается. На самом деле, это будет громкий бой. Но посмотрим, удастся ли 2 решили, возможно, избирать этого боя. На самом деле, если говорить про фигей Рейда, то нельзя сказать, что он прямо сейчас не заслуживает титульника в легчайшем весе. Я напомню, что он бывший чемпион на легчайшем весе, перебрался в легчайший вес и одержал 3 победы подряд. И как бы ни над кем попало. Роб Фонд, Коди Гарбран, да, конечно, уже... Уставший Гарбран, но тем не менее. И в минувшей схватке он, опять не изменяет память, но хорошего бойца победил. Не буду сейчас врать, кого-то из топ-5. Поэтому серия из трех побед у бывшего чемпиона тоже вполне себе интересный бой фигей Рейда Двалишвили. Но, конечно, в этом бою Двалишвили будет фаворитом, особенно с учетом возраста бразильца. И я напомню, что, кстати, с фигей Рейду хочет еще поддаться Петр Ян. Недавно вызывал, и мне кажется, что именно из-за сценарии будет. Двалишвили в свою очередь на пресс-конференции сказал, что Нурмагомедов сначала должен поддаться с Петром Яном, и вот тогда, может быть, он получит титульный бой. В принципе, все варианты интересные. Очень интересная завязка в легчайшем весе сейчас получается. Но факт остается фактом, что у нас есть новый чемпион в легчайшем весе. Омеля пока выпадает. И, кстати, Петр Ян уже успел вызвать его. Сказал, сезон реванш открыт. Так что, возможно, увидим бой Петра Яна с Шоном Омеля вдобавок ко всему. Ну, в общем-то, если говорить об итогах и перспективах главных участников UFC 306, это, наверное, все. Делитесь своими мыслями, впечатлениями от турнира и мыслями о грядущих битвах. О грядущих битвах с участием Двалишвили. Какие их бои хотели бы вы увидеть. Ну, а мы, в свою очередь, будем дальше следить за развитием событий. В сентябрь у нас остается достаточно горячим. Уже в предстоящие выходные у нас будет поединок Интони Джошуа с Даниилом Дюбуа за титул чемпиона мира в супертяженном весе по боксу. Так что, оставайтесь с нами. Прогноз на этот бой обязательно будет, как и разбор. Ну, а пока еще раз призываю подписываться на наш канал. Ставьте лайки, дизлайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на наш Телеграм. Там периодически бывают видео, которые здесь мы опубликовать не можем. А пока что всем спортом и пока-пока.